Если в Москве есть шесть кандидатов, действующий, мы его не берем. Он не участвует в дебатах, и он действующий. Он берет половину голосов, как всегда все берут. Остальная половина на кого? Коммунистам снова власть отдать? Никогда в жизни, блядь. И наглость, наглый Мельников заявляет, что благодаря их партии мы с вами существуем. Это совсем с ума сошел. Психиатрическую больницу таких кандидатов в мэры, блядь. Оказывается, мы с вами живем, потому что они, коммунисты, в семнадцатом году совершили этот зверский переворот. И гулаг нам устроили. И все разрушили. И всех остальных там и говорить не хочу. Есть там, говорится, новый, свежий кандидат, который ни разу не участвовал. Навальный. Вот есть какие-то пиарщики, назвали его Алешка Анальный. В каком смысле? Что все через жопу выборы идут. С такими, как Мельниковы, Анальный, Левичевы, так сказать. И весь остальной этот сброд, блядь. Они бессовестные все эти кандидаты, которые вчера стояли и школьный вопрос задавали. Куда тетет река Москва? Отвечаю. Москва река течет, вот там такие там шлюзы, все. Детский лепет, а не дебаты. Детский лепет. Наш Дегтярев стесняется, так сказать. Он самый молодой, ему неудобно их макать в грязь, в их собственную. Что коммуниста, что Левичева, что Анального, Навальный. Я уж сам перешел, потому что действительно для русского языка характерны все-таки гласные-согласные очередования. А Анальный звучит лучше, чем Навальный. Это тяжело В давать. А ААА, все это хорошо. Поэтому это, видимо, оборот речи лингвисты подсказали каким-то пиарщикам. Переводы, переводы идут день и ночь. Банки захлебываются. Банки страны захлебываются. Такую помощь Ельцину не оказывали. Ельцину прямо наличными привезли. Им стыдно переводить, все это увидят. Они привезли наличными на самолете. И дочка распоряжалась. Жертвователи все связаны с банками. Идет старушка на почту. И почтовый перевод направляет. Алеша, вот тебе мои 300 рублей. Все через банки, значит, 40%. Через терминалы, без обозначения, кто отправитель, 23%. Все остальные электронные кошельки, 22%. И 15% это граждане, которые показали свой адрес. Что он гражданин России? Сидит. Рыжов, сюда иди, что ты там прячешься где-то. Ты же пресс-служба. Вот дай ему табуреточку. Как Ленину пусть сидит, так сказать. Все у него. Возьми табуретку, сядь где-то. Вот, мафии, бля, все это. Комуняги, бля. Еще Мельников что-то там стоит и лопочет. Подлецы. Вся страна была коррумпирована при них. При советской власти. От грязных денег Ленину, до грязных денег Навальному. Все одна компания из Запада, бля. Лишь бы травить страну. Разваливать страну. И находятся подлецы, которые поддерживают их, так сказать. Это все пятая колонна, бля. НАТО войдет в Москву, они все НАТОвскую форму оденут. Эти негодяи, бля. Вот он в шортах, молодец. По погоде оделся. А мне жалко. Жарко, да. Не отдам шорта. Я не возьму, потому что джинсовые. Спасибо. Газета «Метро Москва». Скажите, Владимир Вольфович, если вдруг полиция проверит Навального и выяснится, что, в общем, эти деньги вполне легальны. Ну, вам не нравится, откуда они пришли, но они вполне легальны. Что вы будете делать? Вы извинитесь или скажете без разницы? О чем вы говорите? Генеральная прокуратура вам показала, интернет показал вам. Можете взять у Рыжова все эти вот вещи. И на выборных кампаниях никто не извиняется. Что у вас за детский репет, детский сад? Вот вы извинитесь. А, передо мной извинились? Про мою диссертацию Пономарев, придурок, сказал, что там что-то такое ему не нравится. Слава Богу, про плагиат не сказал. И у меня уникальная диссертация. На тему русского народа никто еще диссертации не защищал. Вот у меня можно списывать. Это он совести хватило не говорить. Но ему не нравится, почему сразу доктор наук. А я захочу академиком стану, блядь. Разгоним эту странную академию наук. И вступлю в академию. По моим знаниям, по моим трудам. Все, что я делал, блядь. А еще кандидатскую я буду защищать. Положение позволяет. Директора этого погоним тоже. Вот почему неэффективность вузов. Что продажные дипломы, блядь. Половина в стране гуляет продажных дипломов. Согласен продажные дипломы докторов наук и кандидатов. Но не у меня. У меня нет ничего там. Пожалуйста, мои стоят тома сотни, 50 тысяч страниц текста. Это на 5 академиков хватит. Ни один академик столько не написал, сколько я написал. 16 часов. 16 тысяч часов выступлений. И там все вопросы подняты. Поэтому, комсомолка, будем судиться с любой организацией. Не надо ссылаться на идиотов. На авантюристов. Позвоните, вам скажут, Рыжов. Почитайте диссертацию мою. Может быть, немножко русским станете. А не будете идти на поводу у этой иностранной, так сказать, сволочи. Есть вопросы? Вот так нужно вести компанию. Понял? И ты так вот. Тогда побеждать. Победа будет. А если будете бояться их, тогда ничего не будет, блядь. Все. До свидания.